Считают меня люди. Ответ за одного из пророков. И Петр говорит, что ты Христос Сын Бога Живого. Вот просто первый раз, когда читаешь, кажется, все ясно. Остальные ошиблись, один на пятерку ответил. Но, оказывается, и этот-то ничего не ответил, потому что, говорит, не ты дошел до этого, Петр, а отец открыл. А когда отец открыл, он просто вложил в него. Он языком издал эти звуки, а до них он и не дошел. Если ты Христос Сын Бога Живого и получил похвалу, так а чего ты тогда бегал его искать-то после воскресенья-то? Его искать-то не надо было. Ангел сказал, что ищете живого среди мертвых-то. Он просто произнес слова. Смысл-то есть вот какой. Он слова сказал правильно, да. А слово почитает, считает. Нет. Переводчики заложили здесь больший смысл. А за кого меня считают? А здесь именно почитают. А именно за пророка Илью. Так вы меня считаете, что я Илья, Илья. А почему не почитаете, как Илью? Почему вы на меня хулы говорите, что князь Бесовского, Ельзиула, да сейчас огонь свой, все, сгорите, как Илья. Так вы меня, как Илью-то, почитайте. Так меня и бойтесь. Потому что тогда было еще неизведано, какую силу имеет Илья. А теперь вы уже знаете, сравниваете, а как пророк Иеремия надвигалась в пленение Израиля. Так я пророк Иеремия, вы серьезно считаете? Так почему же вы не боитесь, что мои слова зря не упадут? Вы в плен пойдете, так и будет все это. Вот когда ты дальше думаешь, то они его считали в народе, но не почитали. А Господь задал вопрос, за кого почитают меня люди? За одного из пророков единицы, может быть, почитали. И у нас также. Вы меня считаете проповедником? А как проповедник вы меня почитаете? Если я проповедник Божий, то каждое мое слово должно принимать я как от Бога, когда я считаю слово Божие. Не когда я толкую, а когда читаю. Если вы считаете, что наш пастор законно рукоположенный, батюшка, вы почитаете или его считаете только? А если почитаете каждое слово его, которое он говорит по слову Божию, согласны, принимаете как от Господа Бога. Кто из нас может сказать властью, которую дал нам Бог? А мы даже все так говорим. А он у нас один только говорит, властью данная мне от Бога, разрешай грехи. А ты выходишь и говори, властью данная мне от Бога я свидетельствую миру. Властью данная мне от Бога я запрещаю вам драться. Как у отца Арсения было. И на живой поле друг. Одно дело считать, признавать, что действительно он такой. А другое дело воздать честь соответственно тому, за кого вы его считаете. Смысл понятен. В третьей книге Маковейской, третья глава, третий стих, здесь говорится так. Господь сказал им, что им будет благо за то, что они почитают Бога и живут по Его законам. Когда почитают, мы считаем, что Библия от Бога. Тем более у нас в общине авторитет очень большой Библии. Это для всех впервые пришедших, это ясно. Вот как пришли два протеерея, тут и поклонились, и посыловали Библию. А теперь, а почитаете ли вы ее, как от Бога? А если почитаете, трепещите. Бойтесь один день пропустить, не взявшую руку Библию. Бойтесь. Бойтесь услышанные слова пропустить мимо ушей. Бойтесь. Много спросится. Почитать Библию надо. Не просто считать или считать. А я считаю, она хорошая, наследие культурное, там, умных людей где-то. Нет, ты почитай, это слово Божие называется. Возвай ему должную честь, поклонись. Слово воплощенное сошло с неба. Книга «Премудрость», 12 глава, 24 стих. И далее, 13-е, 2-е, 14-е, 15-е, 16-е стих. Говорится о том, когда люди после потопа пытались вознесись умом до неба, строили башню, Бог их рассыпал, и истинное богопознание было потеряно, то они стали почитать за богов животных, притом мерзких, крокодилу кланяться. Мы даже не можем представить, каким животным люди кланялись. Те, которые лишены одобрения Божия, как Соломон говорит, почитали за богов, правящих миром, или огонь, или ветер, или звездный круг. Так отец, скорбя о сыне, сделал как бы Бога, и люди стали почитать, и воздавать божеские почести ему, почитать. Ведь это нельзя мимо пропускать. Это сегодняшнее наше положение, это не тогда там было, это сегодня. Кто начинает о Божьей Матери неимом и иные помощи, это отречение прямо от Бога. Тут мне разъяснил уже архиерей один. Дальше. Новое, что только появляется где-то, люди сразу начинают почитать. Все почести воздают смертному человеку. Отдельно ты знаешь, что Ксения Петербургская ходила в мужской одежде. Для нее все, правила были не писаны или что ли? Это мерзость перед Богом. Для тех, Геральницкая, что правила не написаны были? Или что это? Выше всех соборов. Какой это имел право благословлять химников? Церковь наложила клятву, написано под проклятием. Вот куда он их подвел. Его немедленно надо было, если это он делал, как согласно жить, его надо было облучать. Если Сарафим Саровский блокировал людей, он должен быть на запрещении. Как Бога сделали такое почтение? И по канавке ходят, и прикоснутся, и от камушка где-то отколоть. Это про нас. Почитают камень, обереги разные, официально прямо называются. Это наше время сегодняшнее. А мы должны всю честь, силу, славу воздать единому Богу, как написано в Откровении. И венцы с себя люди слагают. Помогают, потому что честь, что я добился, что узнал, достиг это от Него. Если бы Он меня тогда не привел в тот дом, где слышалось Евангелие, меня бы здесь не было. Я бы давно сгорел в пьянке. Я себя знаю. А если бы тогда меня Бог не остановил вот так, неизвестно еще что было бы, уклонился в секту. Бог. Я почитаю святых отцов. Я сразу к соборам стал относиться так, что эти люди были благоскловенные Богом. Они очень хорошо обдумали, что если кто уклонится от церкви, он не спасется. Премудрый Сырак 4.3 говорит так. Кого мы должны почитать? Почитайте отцов ваших, чтобы очистить от грехов. Можешь понимать это и в духовном плане. Почитай епископов, почитай духовных отцов, от кого ты родился и очистишься от грехов. Если это отец, то до разговора никакого нет. Да как ты без благословения отца можешь жениться, выходить замуж и прочее? А он неверующий. Добейся, чтобы он благословил даже неверующих. Писание нигде не говорит. Он не против, он просто не знает. Сырак 8.33. Бойся Бога. И почитай священника, имеющего власть разрешать от грехов. Почитай. Не просто я считаю, это у нас священник, а почитай, что это представитель Бога, полномочный представитель Иеговы, наделенный властью. Все вместе с их танцами в городе не имеют той власти, которую имеет один православный священник. Ни один не может разрешить от грехов. Ни один человек на земле не имеет той власти, которую имеет епископ. Он как матка в улье. Он может рукоположить во священника и наградить его властью от Бога данной. Разрешать от грехов. Сыраков 11.23. Бедного почитают за знания, а богатого за богатство. Ты за что бы хотел, чтобы тебя почитали? Как загадку задают. Вот ты шел бы и нашел в одном мешке ум, а в другом золото. Что бы взял? Ну каждый сразу охота умный будет. Я бы ум. А другой говорит, ну конечно, каждый берет то, чего у него не хватает. Я бы взял золото, потому что ума Бог дал, а золотом я бы сейчас все мог сделать. Итак, богатого почитают за золото. Может быть оно и по наследству. А разум по наследству не достается. Сыраков 11.33. Так, и 39.1. И у нас есть человек, о котором особо говорится, кого надо почитать. Почитай врача по надобности в нем. Помните? И вот что бы мы ни считали, кого почитать. Отца. Это в священнике. Почитай врача. А он тоже священник. Священник врач, врачу и душу. Почитай родителей. Он рождает словом. Все относится к особым дарованием. Особое таинство, которое Господь специально оставил на земле, чтобы нас были руководители. Книга Тавит, 4 глава, 3 стих. Почитай мать и отца. Почитай мать и отца, мужа, свекру и свекровку. Это вторые твои родители. Пророк Исаия, 5 глава, 2 стих. Горе тем, которое зло называет добром, а добро злом. Тому, кто почитает свет, вместо тьмы свет и горькое, называет сладким, а сладкое горьким. К чему наше расположение? То человек и почитает. Не ошибись, не перемени местами. А это программа на всю жизнь. Что почитать? Ты услышал доброе слово? Вот я знаю. Каждое слово Библии свято и чисто. Матфея, 14, 5. Хотели убить его, говорит, но боялись народа, потому что все почитали его за пророка. Бывает и человека, и бывает и самого Христа почитали за пророка. И боялись только из-за того, что почитали. Если бы истинное почтение было к Иоанну Крестителю, его бы народ никогда не выдал. Никогда. Его бы спрятали. А только слова эти были. И Христа почитали бы за пророка, они бы не кричали распни. Деяние, 17, 7. Обвинение против апостола было то, что они, говорят, другого почитают царем Иисуса. Иисус действительно наш царь. Деяние, 19, 27. Почитает ложных богов и Артемида, которую почитала вся вселенная. Но почтение к имени Иисуса не спровергает все остальное. Если мы достойно будем славить Иисуса, то мы будем признавать святых, и почтение будем знать, какое воздавать правильное. Тем более написано, воздая сугубую честь тем, которые проповедовали Слово Божие. Да, мы поминаем Мария Египетская. Ни одного дня не проповедовала. У нее ни одного шага по Евангелию не было. Не как у Марии Магдалина. У той действительно апостол была, настоящая. Но Марию мы чтим, потому что церковь ее пришли к лику святой. И больше мы ничего не можем сказать. 1 Петра 2, 17. Всех почитайте. И друг друга. Почему? Потому что в каждом образ Божий. Братство любите, Бога бойтесь, царя чтите. А за что же его чтить, царя? Тем более он бывший сотрудник КГБ. За то, что есть власть. Мы не можем представить, что если бы сейчас не было власти. В один день нас, может, эти соседи все разграбили. В Америке вот этот Новый Орлеан, другие места, где несчастье. Полиции не стало. Магазины все сразу разграбили. Даже вертолет летел, в него стали стрелять. Не мешай нам грабить. Шкафы и все тащили, говорит. Богобоязненная Америка. Свет погас и разграбили все магазины. Без света. А царя надо чтить. 1 Коринфянам 16.18 Почитайте таковых, Павел говорит. И показывает Стефана, Фортуната и Ахаика, которые принимали верующих. Тогда были так называемые бродячие проповедники. С одного места на другое переходили. Павел говорит 2 Коринфянам 6.8 За кого нас люди считают и как почитают? Почитают нас обманщиками. Но мы верны. Наша задача нигде никогда не солгать. Спрашивают иногда. Ну вот человек хороший. Он верит. Обратился он к Богу или нет? Обращение выразится в том, что эта душа немедленно начнет свидетельствовать другим. А просто так я приближаюсь к Богу. Он не ругается, ничего. Там еще работа несовершенная. Когда человек обращается к Богу, он мгновенно делается другим. Он сразу на свою жизнь смотрит с отвращением. И другим свидетельствует. Я жил неправильно. Если был в парке, он открыто будет свидетельствовать. Он всем начнет говорить. Хоть в больнице, хоть дома, хоть в дороге. Я уверовал во Христа. Вы знаете, как Бог меняет жизнь. Человек, который только щепотак идет, но еще не обратился. Он ничего это сказать не может. Уста его замкнутые. Он уже и признает, что есть царство небесное. Но у него ошибка на ошибке в каждом шаге будет. Свидетельство убирает эти камни. Галатам 2.9. Иаков, Кифа, Иоанн. Кифа, это Петр. Почитаемые столпами. Я подумал, а как почитали их? Да сегодня мощи Петра почитают в миллионы раз больше, чем при жизни его самого. Сегодня мощи Павла в миллиард раз больше почитают, чем при жизни его самого. А в них ноги вытирали спокойности. И Павел пришел и говорит, я был у них, ничего великого я не нашел. Они на меня ничего не вложили. Это Илья, подобный нам человек. Почитали их за то, что они очевидцы, видели Господа. Они были очевидцы славы, вознесения Его. Вот и все. И никакого преимущества перед братьями не имели. Иногда спрашивают, а неужели мы можем Иисуса назвать нашим братом? Да он сам так назвал. Кто меня слушает и исполняет, тот мне брат и сестра и матерь. Если он меня называет братом, он сказал, так он мне кто тогда? Ну, брат мой говорит, это мой брат, а я ему еще скажу, это дядя. Ну, раз брат, и он мне брат. Ну, как-то это необычно звучит. Галатам 6 глава, 3 стих. Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничем, тот оборщает себя. А ты сам себя должен почитать еще. Я чадо Божие. Я искупленный Христом. Если ты почитаешь себя истинным христианином, членом возрожденных людей, общины, среди тех находишься, где правильно крещеным, согласно этого и веди себя. Филипписам 2, 3. Почитайте один другого, высшим себя. Филипписам 3, 8. Павел говорит, я все почитаю за ссор. Если Христа узнаешь, истинно поверишь, то все остальное такое ничтожное покажется, за что люди берутся. А я уверен, должности лишат, а я уверен, меня родные выгонят из дома. Все почитаю за ссор. Я почитаю Христа. Первый Христом 5, 12. Павел говорит так. Прошу уважать трудящихся у вас и предстоятелей ваших и почитать их преимущественно за дело их. То есть те, которые трудятся, те, которые приобретают души, которые наставляют на путь истины. Первый Тимофея 5, 3. У нас есть люди, которых нужно почитать. Прямо конкретно. Я сказал, врача почитайте. А дальше написано, вдовиц почитайте. Но дальше запятая стоит. Истинный вдовиц, которым не менее 60 лет, которая принимала странников, умывала ноги, была женой одного мужа. То есть, ну кто-то у нас подходит под это или нет? Вдовиц почитайте. И дальше поясняется. Как и здесь тоже. Почитайте. И кто? Кто трудящийся в слове. Кевреям 10 глава 29 стих. Если кто не почитает за святыню кровь завета, с пренебрежением относится к литургии, притворению хлеба в тело Господне, а вина в кровь, не почитая за святыню кровь завета, то нет жертвы за грех. Поэтому не просто время пришло причастись, а написано, рассуждайте о теле Господнем. Что Господь воплотился через Деву Марию, получил тело от Отца Небесного. Для того, чтобы уподобиться нам во всем, чтобы иметь возможность умереть, взять грехи и пролить кровь. И мы реально сегодня ощутимо можем встретить Христа только в алтаре. Больше нигде нет. Католики придумали, что в лице Папы это человеческая выдумка. Итак, за кого почитают меня люди? И мы скажем, мы почитаем Тебя за посланника Иеговы, за вечного, равносущного Отцу, что Ты, Господи, рожден прежде всех век, и Ты грядешь судить этот мир. И я верю, что Ты умер за меня, я почитаю Тебя за Спасителя, моего личного Спасителя. Знайте, как рассказать о Господе, за кого мы Его почитаем. Аминь. Аминь. Аминь.